И вот снова я на своей тропе. Прогулка примерно в течение часа. Вчера я выложил очень интересное видео о влиянии подавленных эмоций на боли в спине, плечах, в суставах. И не только в суставах, но и там гораздо все шире рассматривается. Вот она знакомая собачка бегит. Ну здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ай, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Молодец, все, молодец. Так вот. Фу, фу, фу. Так вот, когда вы, ну можно сказать, уединяетесь, как я, идете там, по парку гуляете, то у вас появляется время очень много осмыслить, совсем по-другому настроить свое сознание. Вот мы говорили о настройке сознания. Этот вопрос... О, две прибежало. Собачки две прибежало. Собачки. Где вторая? Вот она вторая. О, они камеру сидят. Молодцы, молодцы. Ну давайте. Кстати, это обе, обе жучки. Видите, как меня любят. Жучки. Ладно. Так вот, настройка сознания. Как я это делаю? Как я это делаю? И сейчас все это считаю более важным. Важным. Важнее всего, что там вот есть в оздоровлении. И приносящие, естественно, самые большие результаты. Значит, вы следите за своим сознанием. И на что реагируете? Вот я высказывался, что есть такое понятие, как в индийской философии сатчитананда. Значит, там радость, знание, блаженство. Что-то такое вот, да? Или уверенность. В христианстве есть такое понятие, как доверие себя Божьему проведению. То есть, вы, идя по улице, не начинаете там думать, или что-то на вас сверху упадет, кто-то вас там задавит, или еще что-нибудь там такое. То есть, нету какого волнения. Вы просто идете и знаете. Все, что случится, я принимаю. Принимаю. Плохое, хорошее. Значит, это так надо. То есть, там лучше знают, что для меня является благом. Вот. И вот одно. Значит, что, будем говорить. Вот я иду, и от полученной картины, тут особо мало различных там людей, я просто-напросто восторгаюсь вот этими красотами. И невольно начинает возникать такое понятие, как радость. Там ощущение вот какое-то спокойствие, чего-то хорошего. И чувствуете, чувствуете. Оп. А спину-то отпустила. Там, допустим, где то, что болело, перестало болеть. То есть, вы как бы из своего сознания на какое-то время вытеснили то плохое, вот те тревоги, вот важно понимать, те тревоги. Тревоги – это в вашей болевой форме жизни, некое раздражение, которое, которое, в конце концов, не будем о механизме особо говорить, передается на мышцы. Если тревога вызывает напряжение у вас в вашем сознании, в полевой форме жизни во всех этих энергетических структурах, естественно, вызывает, в конце концов, подобное. И на физическом уровне, и это чаще всего, как раз наш позвоночник. Позвоночник, суставы. Раньше, говорят, и внутренние органы были, особенно желудочно-кишечный тракт. На все это дело реагировали. Ну, ладно. Так вот, вы идете и ловите себя, как бы сказать, на мысли, что вы на кого-то посмотрели, и вам не понравилось его там лицо. Вот. Вы как-то там, ну, будем говорить, у вас чувство радости исчезло, спокойствие, радость. Или там еще какое-нибудь событие. Или там всплыло, что вам там в ЖКХ надо платить, денежки там, тарифы, выросли. Опять-таки, все это всплыло. Или что там на работе неполадок, или в семье неполадок, и так далее. То есть, такие мелочи. Но, тем не менее, повторяясь, изо дня в день они начинают вас волновать. А волнуя, они ведут к тому, что мышцы ваши спазмируются. Далее, их чаще всего спазмируются именно те мышцы, которые находятся в статическом напряжении, поддерживают вас в позвоночный столб. И, что получается? Спазмированные мышцы, уже согласно нашего автора Джона, она ведет к тому, что в ней появляются боли. То есть, недостаток питания, начинаются различные дистрофические процессы. Ну, и это все сопровождается болевыми такими ощущениями. Поэтому, вот, вроде как, механизм такой ясен. Значит, идете, следите за своим сознанием. А ну, поддерживайте. Вот, понимаете, составляется тени, на чем-то высоком, на чем-то таком, ну, будем сказать, божественном, красивом, великом. Это довольно-таки трудно ум держать. Он так и норовит куда-то отвлекаться. Отвлекаясь, он начинает уже порождать разного рода там эмоции. и плюс не надо забывать, что у нас этих эмоций, которые мы утрамбовали с детства, ну, грубо говоря, вас несправедливо в детстве, там, в школе, дома, обвинили в чем-то, наказали, то есть, то, что вы не заслуживали, это осталось у вас в вашей памяти. Естественно, там тлеет, тлеет. Понимаете, это, оказывается, мусор, эмоциональный мусор, и он отчасти выводится с помощью дыхания, очищающего полевую форму жизни, это вот холотропное дыхание, там, под музычку, хорошо это все, но, но, и еще есть механизм другой, то есть, часть вышла, а часть все равно там остается. Часть остается, потому что этот метод его не затрагивает. К нему применим другой метод, а именно метод осознанной работы над тем, что у вас есть. И, кстати, если вы удачно поработаете, вот я, например, удачно поработал, буквально-таки вчера прочитал, сразу же будет сон, который показывает, что у вас творится с вашими духовными там структурами, то есть, это будет, грубо говоря, вы, и вот эта вся мерзость, которая вам мешает жить, она в виде каких-то каких-то людей, животных, непонятных сущностей будет вокруг хвостереться, там, как бы сказать, показывая, заискивая и прочее, 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 да? Вот. И что еще хочу сказать? Вот тот же Джон, автор этой книги, говорит, вот у меня, несмотря на то, что я знаю этот метод, действую, все это, избавился от боли в спине, там, вот, ну, периодически они возникали, и возникали после того, как я на что-то раздражался, злился, то есть, вот мы тут подходим к следующему понятию, более глубинному, а что ж мы должны делать, то есть, мы должны просто-напросто говорить себе, что у нас там ничего не болит, что я там не злюсь, что там еще что-то там, тогда, то есть, как бы сказать, давая установки своему подсознанию, что там и как там ему там делать, чтобы оно само там не работало, так вот, здесь идет осознанная работа по проработке своих несовершенных качеств, которые возникают на основе побуждений, то есть, каждого человека, я уже об этом говорил, тычут, побуждают жить, побуждают заботиться о своей собственной жизни, побуждают искать любимого человека, дружить, заботиться, побуждают быть, к лидерству побуждают, далее идет побуждение к справедливости, потом идет побуждение к творчеству, и вот как только вот эти побуждения у каждого человека, а интересно, наше подсознание представляет, знаете, как бы сказать, такого ребенка, грубо говоря, там, трех-четырехлетнего, который не знает, там, еще, что такое, нет, он только знает, да, и все, а на нет, он сразу же отвечает отказом, капризом и так далее, то есть, он это не воспринимает, так вот, точно, это самое же у нас подсознание, оно вот, в принципе, вот такое, и когда на основе этих пяти побуждений вам говорят, что вот такая машина еще не для вас, вы, естественно, не понимаете, а почему кто-то ездит, а я не могу, понимаете, далее там, ну, грубо говоря, кто-то, значит, второе побуждение имеют красавицу там, а вас считают недостойными, что вы там недостойны такого вот совершенства или, допустим, красавца, что он не для вас, а почему это не для вас, чем мне там хуже какой-то там или какого-то, что возникает недовольство, раздражение. Это надо проработать. Далее, лидер, а почему вот тот там начальник, да такой глупый, да такой это, и в то же время он тут такие эти вещи делает, глупые, что я бы руководила, ой, я бы руководила как, намного лучше, но, но, оказывается, вот он начальник, а вы подчиненный, и он у вас так сказать, ну, он говорит, рабочий процесс так построен, что, что вас это раздражает, раздражает, вы негодуете, значит, у вас что появляется в полевой форме жизни, у вас появляется напряжение, которое куда начинает сбрашиваться, на внутренние органы, на внутренние органы сбрасываются, и естественно на мышцы, то есть, вот боли в спине, боли в спине оказались таким местом, которое приобрело уже масштабы эпидемии, то есть, практически все люди в той или иной степени страдают болями в спине, или еще там где-то, и так далее, а вот собаки бегают и не страдают, то есть, они могут только пострадать от травмы, и наконец-таки справедливость, да, мы так справедливости, на справедливости, опять-таки, вот, почему этот начальник несправедливый, а я вот с таким образованием такой шикарный или шикарный, тут опытный, а тем не менее, я, я это самое, тем не менее, я вот тут, то есть, несправедливо, это начинает мучить человека, это начинает вызывать возмущение, и опять-таки, в конце концов, это все заканчивается, чем, когда энергия у вас продуцируется в полевой форме жизни, и никуда не выводится, и вы ее своим умственным процессом постоянно подпитываете, да, то есть, это уже прошло в привычку, там, раздражаться, там по любому поводу, то есть, это в конце концов уже возникает стойкая энергетическая структура, которая, в конце концов, в первую очередь, передается на самую первую важную структуру, жесткую, это позвоночный стоп, так как на кусте она особо повлиять не может, но зато на мышцы, статически его держащие, это да, то есть, начиная от основания черепа и кончая и кончая копчиком, вот, что же, по каким параметрам я вам рассказываю, возможно, волнение, волнение, раздражение, переходящее в негодование и в конце концов вливающее так в злость, естественно, которую вы не не можете выплеснуть, так, а, вот этот дурак, вот этот, это, то есть, вас либо уволят с работы, либо посчитают асоциальной личностью, вот, то есть, человек, который подается гневу, не принимает вот эту вот, всю эту игру, которая здесь есть, которая по большому счету неправильна, в итоге, что получается, само общество порождает вот эти все проблемы и, и, были исследования африканские первобытные племена, у которых нету никаких там своих, вернее, таких каких-то вычурнутых законов, у них все там естественно, вот она пища, вот анты взял, съел и все такое, вот, поделился, надо поделиться, а тут надо разрешение иметь, можно на эту землю там это пахать, это, то есть, там нету эмоционального пресса, общества, и в результате нету в сознании таких, таких, будем говорить, напряжений, таких вот каких-то думок, неприявленных, неестественных, то есть, сознание в современном обществе человека работает неестественно и неправильно, вместо того, чтобы, будем говорить, с природой общаться, в случае чего, что надо там получил, тут совсем другая, и конкуренция, и монкуренция, и так далее, и так далее, и в результате, в результате, вот этот вот процесс налицо, а в африканских племенах этого нет, и у них со спинами ничего не происходит, то есть, это не значит, как сейчас, вот, как раз и автор Джон говорит, что уже нам внушили, что спина, которая носила человека там 4 миллиона лет, или там 4 миллиарда лет, если взять, допустим, атлантов, и лемурийцев, и так далее, тут цивилизация существовала очень-очень давно, вот, она все это выдерживала, но, вот эти вот эмоциональные потрясения, эмоциональный мусор, который мы сами порождаем со своей собственной жизненной энергией, мы ее сворачиваем в себя, мы тем самым свою полевую форму жизни напичкиваем, грубо говоря, раковинами, которые, согласно того или иного, допустим, окраса, резонанса, частот, группируются, допустим, где-то возле поясницы, другие в области таза, третье колень, четвертое больше в горбу, пятое там в шее, третье в плечах, локтях и так далее, или уже следствие-то пошло от этого, и у нас возникают такие вещи, эти структуры, то есть не изменения в мышцах, а изменения в нормальной структуре, полевой форме жизни, возникает несвойственное образование, которое начинает уже влиять на физические ткани, это как магнитное поле, мы его не видим, но тем не менее она есть, и допустим, она там толкает, грубо говоря, там железную какую-нибудь там опилку и так далее, так точно, вместо нормального структуры поля, у нас возникает несвойственное, которое начинает толкать, ну, процессы совсеменные идут, и начинаются изменения, вплоть до того, что, допустим, тут может и диск смещаться, и позвонки смещаться, и все, что угодно происходить. И вот, наконец-таки повернулись, повернулись, робко, так сказать, повернулись к тому, как эмоции влияют на человека, но и на здоровье его, но эмоции влияют не только на, ну, будем говорить, на здоровье, но с помощью их мы вообще с помощью мысли мы прорастаем в окружающее пространство, и за счет того, что мы посылаем, какой канал мыслительный делаем, поэтому канал, естественно, отбирается согласно, будем говорить, частотам, содержанию и прочим, 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 параметрам, то, что им близко. если мы посылаем благо, какие-то блага, радость, это начинает к нам липнуть, если же мы посылаем вот это, вот знаете, входим в таком омерзительном, раздраженном состоянии, так нам и липнет вот это все, в конце концов, оно может настолько налипать, что это проявляется в виде неконтролируемой агрессии во время там, допустим, семейной ссоры, трах-бах, там, хоп, кого-то, кто-то кого-то огрел там со всеми вытекающими последствиями. Вот, немножечко поговорили о настройке сознания, то есть вы за ним следите, следите, как, знаете, как за стадом каким-то, как пастух, чтобы она не разбредалась, чтобы она не увлекала вас в ту или иную сторону, а шла туда, куда надо. Либо же, либо же вы ее уменьшаете. Существует такой интересный прием вообще. Вот у вас какие-то мысли болезнетворные, разрушительные, плохие. Как поступать? Очень просто. Это все же в течение тысячелетий было проверено. Молитва. Вы начинаете молиться непреживно. И вот за счет того, что вы продуцируете эту молитву, слова, эти понятия, у вас другое, другое, плохое не может проскочить в ваше сознание и уже вызвать ту или иную психосоматическую реакцию. То есть сброс напряжения на мышцы или еще там на сосуды вызвать гипертонические крысы и прочее, прочее, прочее. То есть видите как? Не получается, можно просто молиться. Но самое главное, самое главное далее, это проработать обиды. Не просто понять, что вас там обиделит. А так это прорабатывается. Вот, как бы сказать, а чему вас обида это учит? А чему она хотела вам показать, что это? Чтобы следующая ситуация связана там с обидой, с раздражением, с гневом, когда вы гневаетесь, да? Чтобы она вас не коснулась. Чтобы вы были чистые. Если у вас есть какое-то несовершенство в виде того или иного изъяна в сознании или там вот этих застрявших эмоций, которые вы там подавляете, да? То все это, естественно, в конце концов прорвется. А если вы это проработали, то это вас не касается. И вот вы становитесь действительно чистым, как лебедь. Кстати, с лебедем как раз и сравнивается в индусской философии чистые души. И все, вы совсем другие будете. То есть у вас и со здоровьем будет порядок, и будет какой-то достаток, который нужен, не более того. любая чрезмерность начинает увлекать человека. Ага, надо следить за своими вкладами, курс скачет, вы тут теряете или не теряете, или приумножаете. То есть вы уже перестаете принадлежать самому себе. Очень важно, очень важно принадлежать самому себе. И в нашем мире, современном, с его вот этими дурацкими законами, это, конечно, сделать очень сложно. И поэтому, поэтому столько различных заболеваний. Врачи, как правило, это, Джон, как раз подчеркивает, они не знают, психосоматика ничем не определяется вот этими приборами, которые сейчас кучу сделали. И поэтому ее просто-напросто хоп отбросили. И грубо говоря, лечат то, чего нету на самом деле. То есть пытаются устранить последствия, не действуя на причины. А вот он как раз раз устранение вот этого проработка этого качества, осознание и проработка его приводит к тому, что такие неприятные вещи, связанные со здоровьем, как болезни спины, на которых сейчас куча бабок делается и ничего не получается. И плюс человек рекомендует операции, а раз это не устраняется, доводит человека до инвалидности и дальше разводит руками и все. То есть тут даже не в деньгах, а в нравственном отношении. если вы не знаете какого хрена туда прете со своими этими бормашинками будем высверливать, диски будем новые вставлять, суставы будем новые вставлять и прочее, прочее. И также это и других вещей касается, как замены органов и прочее, прочее, прочее. Вот что я хотел рассказать о настройке сознания. Процесс этот очень интересный, очень важный. Да? Вот видите и смотрите что тут сразу. Да? Обратите внимание когда собачка подбегает что у нее? Первым делом конечно хвостик шевелится. Да? Ну-ка пошевели хвостик. Вот хвостик шевелится. Раз-раз-раз. И естественно вот эти вот эмоции как бы сказать там передаются. Она реагирует на нас с тем Знаете, как вот река упирается в плотину, так эти эмоции непосредственно упираются в те или иные ткани нашего организма и вызывают в них соответствующие изменения. Ну, на этом я заканчиваю. Так хорошо я с вами поговорил. До новых зустрич!